Вот такой вот камень говорит нам о том, что мы вступаем на территорию комплекса раз-два-три. Идем смотреть шпалеры. Да было бы, конечно, здорово, если бы здесь был парк. Стеклянная дверь. Вот то, что Варламов говорит, что не бойтесь делать стеклянные двери. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 13 февраля 2019 года. Мы с Наташей пришли посмотреть, как строится и благоустраивается территория возле жилищного комплекса раз-два-три. То, что строит строительная компания Гамма. Ну, сразу давно здесь не были и заметно большой называется вот этот вот центр мебели и интерьера. Возможно, он уже открыт. Посмотрим. И там дальше планета одежда. Ну, нас это интересует во вторую очередь. В первую очередь нас интересует озеленение. Итак, вот здесь вот написано, по газону не ходить. Понятно, газон только настелили. Он должен укорениться, прижиться. Деревья посадили. Ну, я не знаю, не берусь судить, что за дерево. Ну, красивое, да? Ну, да, дерево красивое. И большое. И уже большое, да. По сравнению с фонарем вот так. Посмотри, вот стоят они. Вот какой фонарик, какое дерево по высоте. Уже интересно смотрится, конечно. Не экономили причем. А название дерева можно, кстати, посмотреть. Там вон табличка. Мы когда обратно пойдем, да, наверное, по этой дороге. Там, скорее всего, табличка тоже по газону не ходила. А ты думаешь? Думаю. А мне кажется, ну, может быть и да. А так мы уж разбалованы гаммой. Она подписывает деревья. Название. Что? Освещение уже выставлено. Дорога есть. Проезд есть. Вокруг домов. Вот единственное, вот этот пустырь, конечно. Слушай, тут, кстати, тоже вот деревья стоят. Это же, по-моему, алиса. Но мы этот пустырь не будем сейчас показывать. Он не входит. Вот, смотри. Это сакура махровая. О! Так что сакура это вишня. А новость прочитали мы на блокноте АНАХу, что там еще и какие-то шпалеры сделаны. Деревья распялены. А вон они. Да, я же говорю. Как правильно произносится? Шпа-лер. Да, шпа-лера. Ага. Идем смотреть шпалеры. Выведены в одно плоскость. Они не круглая крона объемная, а вот плоская. Ну, что-то так извратилось. Вот такой вот камень. Говорит нам о том, что мы вступаем на территорию комплекса 1, 2, 3. Ну, видимо, здесь уже озеленение. Конечно, машины тут стоят. Ну, вот они, эти шпалеры. Это вот такие плоские. Интересные, да. То есть ветки на этих шпалерах кроном будут формироваться в плоскости. И вот если посмотреть, то... Вот так вот они выглядят. Это самые шпалеры. Ну, здесь вот тоже высажены деревца и газон. Уже есть газон. Все, деревца все закреплены, чтобы их не поломало ветром. И с этой стороны тоже шпалеры. Они антенны напоминают, да? Да. Напоминают антенны. А вот вылезная система, а вообще они оттенены. Ну, вылезная, кто дойдет систему типа подачи горячей воды по кварталу. Ну, конечно, да. Слушай, ну да, вот они, смотри, вот облицовываются интерпифики. Смотрите, что происходит. Ну, вот окно меняли. Ну, вот кое-где уже кондиционеры стоят. Люди планируют уже заезжать жить. Там вон виднеются дома разноцветные, голубые, зеленые и желтые жилищного комплекса времена года. А тут вот между временами года и раз-два-три большой участок пока пустыря. На нем кое-какие деревья растут. И было бы, конечно, здорово, если бы здесь был парк. Вот, но парка, скорее всего, не будет. У нас как-то о парках не думают. Нет, Соболы говорил, что будет еще лучше. Ну, вот так сделано здесь озеленение. Вот такие беседки, да, или как, перголы, их тоже можно назвать. Слушай, а вот это ведь они сохранили дерево, которое было. Угу. Скорее всего, сохранили просто то, что и так было. Да? Ну, да. Детская площадка. Ну, скорее всего, проголистили полосы. Да. То есть, как будто замутлили полосы. Они вот уже скатились, а с весной опять начнет рассеять. Газон. И вот здесь вот такая канавка. У меня и вот кустики. Да, тут. Тут будут, наверное, цветы какие-нибудь расти. Ну, да. Большая, конечно, площадка сделана. А это дерево, возможно, здесь уже росло. Его просто сохранили. Хотя, навряд ли. Потому что они растут на одной линии. Вот здесь и там. Наташа, скорее всего, это нет. Это свежая посадка, потому что, видишь, они все растут на одной линии. Ну, пойдем вот так пройдем, да. Ну, конечно, можно. Вот, вот это покрытие, и воду его начнет. Да. Это недоработка. Это недоработка. Проектируем. Естественный материал, дерево и вот такие вот веревочные лазалки. Они очень у детей пользуются большой популярностью. Уголок с контролируемым риском. Вот такие, да. Контролируемый опасный. Там есть, там, там. Ну, и вообще здорово. Уже, как бы, более спокойные цвета. Нет этих ярких, бросающихся в глаза красок. Да? Ну, есть, конечно, есть. Потому что закупают в одном месте. Я бы вот эти... Я бы вот эти... Я бы вот эти... У меня бы не вообще ничего. Ну, да. Тут настоящая крепость. А тут он до зеркального блеска аж. Можно смотреться. Вот. А вот такая площадка. Мы его демонтировали, видишь? Его демонтировали. Ну, скейт-парк демонтировали, сказали. Видишь, его развели во все стороны. Потому что он слишком громко, слишком большая активность. И я тоже думала, что... Ну, зря они это сделали между домами прямо. Вот это все-таки надо выносить куда-то на периферию. Вот как раз где бы была... Парковка, ближе к парковке, куда вот... Да, ну, здорово, что сливы здесь насадили. И тут тоже сливы. Да, вот Наташа говорит, бойлерная. Наташа все заметит, а я никогда ничего не вижу. Там вот видно, что газ подходит. Там тоже внутри оборудование. И вот они, трубы. Идут. Уходят ввысь. А тут устроены вон какие-то такие шары. Я думаю, они светятся, скорее всего. Тоже интересные. А, и пампус. С подъездом в козырю. Да, очень мне нравится, да, входная группа. Стеклянная дверь. Вот то, что Варламов говорит, что не бойтесь делать стеклянные двери. Хватит эти делать железные какие-то, я не знаю, как в сейфах закрываться. Вот как должна выглядеть европейская дверь. Наверняка и этот проект, да, такой более свежий. Слушай, ну между прочим, вот у них уже установлены домофоны сразу. И у них, судя по всему, дверь закрыта. По количеству рекламы натолк она здесь. Нет, дверь открыта. Ну ладно, мы туда не пойдем. Ну хотя можно посмотреть. Ящики. Тут оборудование. Это у нас что? Тут какой-то... Да, туалет. Лифты. Смотри. Угу. Место для полки. То есть мы их целом. И я не могу, что еще не разговаривал. Лифты. Да, да. А. Лифты какие? Да, какие лифты. Они работают? Работают. Посмотрим. Посмотрим, какие лифты в раз, два, три. А это же похожи квартиры. Да? А, ну да, это... Там двери лежат. Угу. А там дальше еще и все. Ладно, мы смотрим лифт. Лифт подъезжает. А тут камеры, поэтому... Поэтому... Класс. Нет, и у них заметили на каждый лифт отдельное. Да. У них два. Так, ну лифты... Лифт такой же, да. Но нет, конечно, фирма другая. Мне нравятся вот эти табло. Так, пока тут нечего смотреть, но... Отопление в подъезде. Плитка. Что? Еще один лифт. То есть, получается, три лифта. А это другое крыло. А это другое крыло. То есть, каждое крыло под один. Это квартиры уже. Да, это два за квартир. Вот камера установлена. То есть... Уже сразу. Да. Датчики движения. Ну, у нас тоже были поначалу. Ага. Помнишь? На лестнице? Идешь по лестнице, включаешь. Через два месяца... Тут закрыто. Вот так устроена ливневка. Ну, в смысле... Водосточная труба, да. И вот уходит... Ну, я так думаю. Наташа сомневается. Так. Ну, все, друзья. У меня заканчивается заяцом. К сожалению. Мы посмотрели сегодня, как благоустраивается территория. И как выглядит площадка ручьевичного комплекса. Раз, два, три. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До следующих встреч, друзья. Пока.